14 февраля в кинотеатре Горняк состоялся закрытый предварительный показ фильма «Белый снег». Картина повествует о советской и российской лыжнице, чемпионке мира Елене Вяльбе. Главную роль сыграла Ольга Лермон. Елена Вяльбе начала заниматься этим видом спорта 8 лет в Магадане. В 14 девушке присвоено звание мастера спорта СССР. На чемпионате мира 1997 года Елена Вяльбе установила рекорд. Победила во всех пяти гонках. Часть съемок фильма провели в областном центре Колымы, на малой родине лыжницы. Премьерный показ посетила сама именитая чемпионка. Всем просто на самом деле огромное спасибо, потому что соглашаясь на фильм о себе, и, безусловно, мне хотелось бы, чтобы это было первое, все настоящее. И я понимаю, что это художественный фильм, но 99,9% это то, что было в моей жизни. Они смогли это сделать, и за что я им безмерно благодарна. Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто в Магадане нам помогал со съемками фильма. Это и правительство Магаданской области, и администрацию города. Конечно, наших замечательных детей, о которых я могу говорить очень долго, потому что это настолько искренние дети, которых на большой земле уже редко встретить. Премьеру фильма также посетили губернатор Колымы Сергей Носов и мэр Магадана Юрий Гришан. Градоначальник отметил, что если показывать всю жизнь великой лыжницы, тех двух часов, на протяжении которых шел фильм, не хватит. Увидели много из жизни Елены Валерьевны, как она стала великой, а много не увидели. Я знаю Елену уже достаточно долго, и много общаемся. И если бы все вошло в фильм, это, наверное, был бы сериал на 10, как минимум, для того, чтобы рассказать, как это в деталях было, и это было бы, надеюсь, интересно. После окончания фильма зрители аплодировали стоя. Они подарили Елене Вяльбе и всей съемочной команде цветы. Также посетители кинотеатра поделились с Вечерним Магаданом своими впечатлениями о картине. Фильм очень-очень-очень драматичный, и я почувствовала, как в сердце что-то кололось, переживания было. Лично мне фильм очень понравился, он был очень эмоциональный. Мне понравилось, как преподнесли информацию про Елену Вяльбе. То бишь я ушла с положительными эмоциями, я бы даже, скажу, что еще раз бы пересмотрела этот фильм, посоветовала бы всем своим друзьям, знакомым. Ну, у меня прям положительные эмоции. Очень понравился. Там есть и слезы, и правда, Магадану нельзя получать серебро, надо выигрывать золото. На протяжении съемок Елена Вяльбе консультировала кинематографистов, подсказывала важные детали для сохранения достоверности и ее личной жизни и спортивной карьеры. В широкий прокат лента выйдет 4 марта. 32-ю годовщину вывода войск из Афганистана отметили сегодня магаданцы. Церемония памяти погибшим солдатам традиционно прошла на Аллее Славы. Возложить цветы и почтить память погибших воинов пришли ветераны войны, сотрудники правоохранительных органов, воспитанники военно-патриотического клуба «Подвиг» и представители власти. Это праздник, посвященный чествованию героев, отдавшей своей жизнью в любых военных конфликтах, в которых участвовало наше государство. К сожалению, их было много, и, к сожалению, были потери. Поэтому мы чтим память погибших и День воинской славы, отмечаем со всеми почестями и соответствующим данному мероприятию этикетом. Память погибших воинов магаданцы почтили минутой молчания. После этого служитель магаданской и синегорской епархий совершил панихиду. Подвиг воинов, проявивших в боях высочайшую доблесть, мужество и героизм, навечно вошел в историю, как пример служения Отечеству. Светлая память тем, чья жизнь безвременно оборвалась в боях. Здоровье и счастье вернувшихся домой живыми. В завершении памятной церемонии магаданцы возложили цветы к мемориалу землякам-колымчанам. Афганская война шла более девяти лет. В ней приняли участие свыше 650 тысяч советских военнослужащих. На этой войне Колыма потеряла четверых своих сыновей. 13 февраля в Магадане вновь прошла массовая лыжная гонка «Лыжня России». Ее провели на Гороховом поле. В соревнованиях приняли участие сотни спортсменов Магаданской области. В небе их поприветствовали парашютисты. Забег любителей лыжного спорта проводится ежегодно. С 1982 года мероприятие уже стало традиционным в спортивной жизни страны и нашего города. Старт «Лыжня России» в Магадане дала президент Федерации лыжных гонок России абсолютная чемпионка мира Елена Вяльбе. По словам спортсменки, лыжные гонки в этом году в Магадане оставили желать лучшего. Какого-то особого веселья я не вижу, честно скажу. Мне кажется, не очень хорошо организовано соревнование. Детей морозят по непонятным причинам. Я была в очень многих регионах нашей страны, на лыжне России. Весь интерес, когда все вместе стартуют взрослые дети. У нас, как всегда, это сделано какими-то отдельными партиями, возрастные группы. Никто не контролирует время, поэтому и отсюда сделали так, чтобы видно было, кто первый, кто второй, кто третий. Ну и плюс очень мало в этом году снега, поэтому как-то так картинка, мне кажется, в общем, немножко удручающая. Юным спортсменам, напротив, лыжный забег понравился. Участников угощали горячим чаем со сладостями. Были и помещения, где спортсмены переодевались, согревались и ждали своего старта. Само проведение мероприятия, как все это скомплектовано. И парашюты, и сладости. Мне понравилось, как все организовали. В лыжном забеге поучаствовал и заслуженный мастер спорта России. Он прибыл в Магадан в первый раз, чтобы провести для ребят лыжников мастер-класс и рассказать о своем пути в лыжном спорте. Каждый час в городе нашей страны стартует лыжня России. Где-то стартует 12 тысяч человек. Я думал, ну это такой праздник спорта лыжного. Я участвовал в лыжнях России, но я больше участвовал на международном уровне. Когда у нас такое. Часто я у нас не закончил. Какие города? Основного спеша. Победители соревнований, занявшие с первого по третье место во всех возрастных категориях, награждены дипломами, медалями и памятными кубками. Поучаствовали в гонке все желающие, без ограничения возраста, с медицинским допуском. Лыжня России объединяет любителей спорта по всей стране. Цель таких соревнований – привлечение взрослых и молодежи к регулярным занятиям лыжными гонками, развития и пропаганда физической культуры и спорта среди населения. Почти 700 случаев мошенничества за 2020 год. В Северо-Восточном государственном университете провели заседание Общественного совета при УМВД России по Магаданской области. За 2020-й магаданцы отдали преступникам более 55 миллионов рублей, тогда как за 2019-й всего 40 миллионов. Рост практически на 15 миллионов свидетельствует ущерба. Свидетельствует о том, что преступление меньше, к сожалению, не становится. Значит, возрастной и социальный состав потерпевшей очень разноспособен. Это все граждане практически, начиная с момента взросления, да, с 18 лет, который, скажем так, приобретает различного характера, например, товары через интернет-сети, так и заканчивая пенсионерами, некоторые из которых, к сожалению, на склоне лет пытаются даже вкладывать деньги в так называемые инвестиционные площадки. Специалисты отмечают, что колымчане должны знать о том, что их могут обмануть. И профилактика правонарушений – хорошее средство. В ее целях члены совета за 2020 год провели следующие акции. Подросток за бота, стоп-мошенники, Общественный совет за безопасность дорожного движения. В ходе заседания общественники решили провести творческий конкурс рисунков и видеороликов вместе против кибермошенников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова